В столичных аптеках острый дефицит парацетамола, аспирина, а также других жаропонижающих и противовирусных препаратов. Об этом местные жители пишут в социальных сетях. Люди жалуются, что фармацевты не дают внятных ответов на вопросы касательно нехватки важных медикаментов. Однако в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг называют эту информацию фейком и замеряют, что поставки лекарственных средств проводятся регулярно. В ситуации разбиралась наш столичный корреспондент Мираль Жанова. Из-за пандемии коронавируса покупатели в аптеках обслуживают соблюдением всех профилактических мер. Люди вынуждены простаивать свою очередь на улице. Но это еще полбеды. Горожане сетуют, что многих необходимых лекарств просто нет в наличии. Здравствуйте, у вас есть парацетамола? Нет. Аспирин? Нет. Я сама ходила в аптеки около дома. Три-четыре аптеки нет. Ни парацетамола, ни аспирина, еще какое-то забыла. В общем, нету, правда. Они говорят, мы дали заявки, но ждем. Ну, возле нашего нету, да. Парацетамола нет. Я только что была в аптеке, даже ни в одном аппусе нет этих препаратов. Вот уже в третьей аптеке города отсутствуют парацетамол и другие противовирусные средства. Фармацевты утверждают, что за считанные часы люди раскупают все препараты от гриппа и простуды. В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщают, что дефицит противовирусных и жаропонижающих препаратов в частных аптеках действительно есть. Там заявили, что эти лекарства люди приобретают, даже если в этом нет необходимости. Мы полагаем, что это происходит из-за сброса неподтвержденной и необоснованной информации в интернете и социальных сетях. Поэтому просим граждан верить официальным источникам. Вместе с тем, для обеспечения необходимыми лекарствами ведутся соответствующие переговоры с отечественными производителями и дистрибьюторами по своевременному обеспечению этих лекарств. В Комитете также объяснили, что повода для беспокойств нет. Вместо недостающих лекарств можно приобрести аналоги, и они присутствуют на полках аптек. Узнать о наименовании и наличии медикаментов можно в приложении Daria.kizet. А вот больницы и поликлиники, обеспеченные всеми необходимыми препаратами в полном объеме, добавили в ведомстве.